Если бы у меня был выбор отсосать хуй или трахнуть не ксель-пиксель, я бы реально... Компуктер, компуктер, компуктер. Чувствую, у тебя что-то настроение сегодня какое-то хуёвое. Я бухаю весь день. Вчера бухал, поэтому... А, ну да, отлично, отлично, поехали. Часик в радость, эфирсладость хиканы, и сегодня у меня снова нет нихуя света, но это мне не мешает вести передачу о том, как гендер-флюидного верто-сексуала чуть... Я забыл, я забыл, видишь, памяти совсем нихуя нет. Ай-яй-яй. Да, да, кинула, кинула, кинула Ника, вот-вот, Никсель-Пиксель, наша королева, пилотесса и прочее, 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 кинула страйк. Авторка. Авторка, блогерка. Блогерка. Да, и сегодня мы хотели бы... Дождь неца. Да, кондукторесса, неважно, 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 хотелось бы... Из Доболини. Да, чтобы вертолет дал комментарий по этому поводу. Вертолет, что же произошло, почему Ника кинула тебе страйк, ведь так делают только сектанты. Ну, знаешь, обычно вот есть, допустим, теория какая-нибудь там, креационизма или теория эволюции, и все равно находятся критики, правда, они оспаривают, ставят под сомнение. Но если не ставить под сомнение, не ставить под сомнение только где? В сектах. У нее что? Секта? Да, 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 ваш комментарий. Да, ну, собственно, здравствуйте, здравствуйте, как бодрость духа, например. Представь своего кореша, моднейшего. Вот со мной сегодня в кадре... Всем привет. Старый кореш, который похож на линча из игры Кейн и Линч, в который вам стоит переграть, если вы не играли. Да, но речь не об этом, речь о страйке. А он профиминист? Нет. Ну, тогда, ну ладно, я потом скажу, что с ним надо сделать. Ну, хорошо. Продолжай. Так вот, да, на самом деле, Хикан, скажу тебе честно, я не уверен, кинул ли мне Ника страйк или нет, потому что на остатки Ютуба это никак на моей не отразилось. Мне пришло письмо, которое я показывал в своем ролике. То есть, то ли она кинула страйк, и Ютуб пока что, так сказать, все это держит на паузе, то ли это какой-то другой вид страйка. Ну, короче, непонятно. Но суть в том, что моему каналу вроде как ничего не угрожает пока что, пока что. И это очень хорошо, ну а в целом, да, она, типа, как минимум, вот что я знаю точно, написала письмо в Ютубчик, прямо в Америку, вот, что я плохой человек. И ее претензия в том, что я взял ее ролики и просто перезагрузил их, что, очевидно, конечно же, не так. Я этого не делал. Так, так, стоп, 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 надо уточнить. То есть, она написала, что ты, тупо, взял ее ролик, ее в совокупности целый ролик и просто залил себе. Перезагрузил, просто перезагрузил, да. Перезагрузил, чтобы заколачивать бабло. Да, дикие бабосы, прямо по 7 долларов в месяц. И шиковать, и жить, блядь, на широкую, так сказать, ногу. Ну, извини, в Кубе и, в Кубе, на Кубе и по 15 долларов живут в месяц. Да, Рип Фидель Кастро, приятно тебе гореть в воду. Я промолчу, я промолчу. Фидель Кастро помню. Кстати, перебью, вот Деня, Деня не даст соврать. Вот напротив меня, ты же, наверное, не знал эту историю. Вот она, соседка живет, только не называй именов. И у нее дочка, у нее дочка, она вот в техникуме металлургическом когда-то раньше училась много братушек. Ну, из Кубы, из разных стран, например, приезжали. И приятного, да, кстати, аппетита еще раз. И ее дочка познакомилась там с каким-то кубинцем. Ну, и тролливали, чики-пики, и она уехала на Кубу еще в те советские времена. Ну, а потом, когда совочек рухнул, ну, знаешь, все левацкие идеи, они, все левацкие теории, они заканчиваются, когда заканчиваются чужие деньги. И на Кубе наступил пиздец полный, 90-е годы. И она приехала сюда, и она там рассказывала, я еще был, это были 90-е, я еще помню, как она рассказала про карточки. Карточки, блядь, карточки. Тут у нас, ну, представь, тут у нас 90-е какой был пиздец. Она там рассказала, что у них еще... Магнитные карточки, деньги, счета. Карточки на, там, какую-то еду, в общем, на продукты, на всю хуйню. Она говорит, у нас все по карточкам, и дефицит ни хуя нет. Я думаю, так как... Да, у нас же тоже карточки были в 90-х. Да, но у вас в 90-х не было карточек? Честно, я не помню, по-моему, не было карточек. Ну, знаю, моя мамка получала купоны, и мы ходили в определенных магазинах отоваривать. Ну, в общем, у нас тоже были. Да, даже у нас в Вняшной Беларуси, типа, в 90-е были карточки, и я помню, одни из первых воспоминаний, типа, мы с мамкой ходили, там, типа... Она меня брала в магаз, потому что там давали, например, ну, типа, на человека была норма, и, типа, ну, как обычно, ближе к охранным. И, типа, вот, вот, и поэтому, типа, можно было купить там в два раза больше моднейшего масла, например. Ну, да, да, да. Я себе, блядь, ты, конечно, жирно жил, походу. Я не помню денег, я не помню. Масло ел. Купоны были просто, купоны были карбованцы. Ну, а потом уже гривны появились. И вот, у нас, короче, батя мой работал, и мы выдавали вместо денег какую-то хуйню, типа, ну, то есть, не деньги, а... И на шахтах было такое, вот на шахте Абакумова были просто... Ты берешь какое-то там, блядь, два пакета молока, буханку, хлеба, взор, сыра, блядь. Это внутренние деньги, это внутренние деньги на предприятиях были. Это внутренние деньги... Я тебе не верю, как на шахте Абакумова были, потом были еще там, внутренние деньги ходили. Похуй, короче, ладно, не суть. И они, когда приезжали сюда, вернее, когда она уже уезжала отсюда, они накупили какого-то ткани, каких-то невероятных вещей первой необходимости. Говорит, у нас там все стоит очень дорого, и самое главное, что это, блядь, дефицит. Бумага туалетной, спички, у них дефицит, кстати, спичек очень большой. Я как сейчас помню этот пиздец, думаю, как может быть, блядь, хуже, чем у нас? Может быть, может быть, может быть. Ну, не суть, да, давайте по основной теме. У них же газовые плиты стоят, но ими никто не пользуется, потому что спичек нигде не купить, типа, они экономят. Так, не надо, ребята, и хватит злорадствовать, и мы... Начали сделать пьезоэлементы, поджигаться. Мы все глаза с тобой проплакали по Фиделю Кастро. Так почему бы не купить белорусскую плиту Гефест, в которой встроен пьезоэлемент, и спички нужны? Именно, продолжай, продолжай, да, да, да. Так вот, да, мы говорили, на самом деле, не о Кубе, а о страйках. Так вот, Ника меня подъявила, что я будто бы, блядь, взял и перезагрузил ролики, что, конечно, является полным пиздежом. И, к счастью, YouTube пока что на моей стороне, он тоже, то есть, понятно, что написали мне, конечно, официальное письмо, но я думаю, тоже, потому что полный шпиздеж, потому что налицо, налицо совершенно другая ситуация. Я сделал критику, и, к счастью, YouTube оперирует и находится в Америке, оперирует по американским законам. В американском законе о авторском праве есть отличное понятие, как fair use, добросовестное использование в целях критики и в целях иллюстрации. Вот два исключения. У меня очевиднейшая критика, потому что, блядь, это то, чем я занимаюсь в своем канале, и поэтому, какой бы она ни обоснованной ни была, то есть, блядь, люди, люди раскручивали каналы до топов, когда они даже не то, что критику, блядь, не делали, они делали реакцию, они сидели, то есть, просто там, блядь, вышел какой-нибудь трейлер ебаный, и чувак просто загружает этот трейлер, и плюс вебку, где он сидит и смотрит этот трейлер, типа, ебать, какой-нибудь трейлер. И назвал это реакция на новый трейлер, «Звездных войн», допустим. И, как бы, люди, людям даже за это никуда и не было. У меня, как бы, критика самое, что ни на есть, поэтому меня могут демонетизировать по новым правилам, конечно же, потому что я говорю не самые приятные вещи в своих видосах, но мне надо насрать, как я уже говорил. Но удалить, как бы, не могут, потому что это совершенно не перезагрузка видео, и поэтому Ника, ну, я реально, я высказал все, что думал по этому поводу в своем видосе, и я повторю, что я действительно не понимаю, какого хуя, потому что Ника, куда, куда больше меня находится на Ютубе, у нее куда больше канал, и, казалось бы, должна была бы знать, что все это принесет только мне вот хайп, и, то есть, он... Литера или хайп? Литера или хайп? У меня, у меня, у меня вот вопрос есть, вопрос. На Ютубе есть такая фишка, если ты, ну, допустим, я хочу кинуть страйк вертолета и пишу, он есть детей, он педофил, он сволочь, гад и падла, и если он не является, ну, если он не ест детей, и сволочь, и гад, и падла, он тоже не является, то мне могут за неправдивую, ложную информацию, мне могут тоже что-нибудь такое влепить, то есть, какие-то последствия обратные могут быть. У нее могут, могут быть какие-нибудь последствия? Конечно же, могут, но я уверен, что это ее, наверное, первый раз, и поэтому нихуя есть такой не будет. То есть, как будет развиваться ситуация? Страйк не одобрят, меня не забанят, я получу с этого немножко хайпа, Мико не добьется ничего, вот и все. То есть, к сожалению, ее тоже не взбудут. То есть, если бы она, там, не знаю, мне, например, это был уже третий какой-нибудь страйк ложный, вот тогда, тогда можно было бы написать поддержку Ютуба и поговорить, чтобы ее забанить. Хотя, я бы этим все равно заниматься не стал, я за свободу слова, даже если не разделяю точку зрения, ну, в общем, такое. Это может мне как-то отлично. Отлично, отлично, а зачем же наша королева кинула тебе страйк? Она что, первый раз видела твои ролики? Или ты, как говорится, с хуем в прятки доигрался? Для начала, для начала, я хочу обратить внимание, уважаемых, так сказать, господ, что, то, что я даже сам не сразу заметил, подметили подписчики. Короче, смешная деталь. Когда Ника писала письмо, так сказать, турецкому султану прямо в Ютуб, вот, она так, кажется, была недовольна мной, что неправильно написала собственное имя. Она написала Вероника, а не Вероника. Вот это очень забавно. Вот, я читаю. Написать собственное имя, блядь, неправильно. Письме, в котором ты пытаешься удалить критику на свои видосы. Она просто по-русски не привыкла писать. Да, может быть, да. Да, кстати, да. Майкад, инкредибл. Инкредибл, да. Her perfect English. Зачем? Я, честно говоря, я не знаю, потому что по косвенным признакам, да, I don't know. По косвенным признакам, потому что она смотрит меня с самого начала, потому что, ну, по крайней мере, как мне кажется, она вроде даже у меня сбайтила фишку, когда я вот начал перематывать видосы, когда она там, типа, несет какую-то хуйню. Она тоже начала это делать в своих роликах, когда, типа, она там поясняет за какую-то мочасть, она, типа, ставит на ускорение. И, ну, мне кажется, она, типа, посмотрела мой ролик, типа, и увидела, что так реально пизже. Но, как бы, доказательств нет. К тому же, типа, ну, были еще косвенные признаки, но я не думаю, что она вот буквально, там, неделю назад увидела мои ролики впервые. То есть, почему она только сейчас решила бы не кинуть страйки, я не знаю. Может быть, может быть, она посмотрела мой самый большой и самый трудоемкий ролик про Монки, и он ей не понравился. Потому что именно такую реакцию я и хотел вызвать у Никки и у сочувствующих. И мне должен был нравиться этот ролик. Возможно, это ее подвигло на то, чтобы попытаться меня забанить. Потому что других причин не вижу, на самом деле, потому что, ну, кроме ролика про Монки, я про нее в последнее время ничего не делал. Вообще, типа, про выборы снимал, ну, чего хуйня там, США. Поэтому, почему именно сейчас, я не знаю, но вот произошло так, как произошло. Еще одна забавная деталь. Она в своем письме указала ролики, к которым у нее есть претензии. Именно старые мои ролики, где вот именно были разборы ее видосов. И то ли по глупости, то ли, ну, конечно, можно подумать, что типа она со мной в чем-то согласна, но вряд ли. Короче, она один ролик пропустила. Я думаю, она просто тупанула, поленилась или еще, или просто проебалась, потому что она указала все ролики, кроме одного, кроме третьего ролика, где я, собственно, поясняю за определение слова «сексизм» и почему ее определение слова «неверное». Вот она его не указала в своем страйке. Ну что ж, Верстолет, у меня к тебе следующий вопрос. В комментариях зрители совершенно справедливо подметили, а может быть, это любовь? Вряд ли, вряд ли. Если бы вы посмотрели столько омерзительного контента в Никитиле Пиксель, сколько посмотрел его я, вы бы поняли, что она живет по другим правилам. То есть у нее, ну, я это все рассказывал в ролике, то есть она особенная. В плане того, что умение жить в таком невероятном манимирке требует больших сил, но она справляется, она отлично. И я, честно скажу, я ее презираю. Я просто, ну, то есть вот все эти там, типа, фишечки, кто даже рисует арты, что мы с ней поебемся и посвящемся, нет. Я ее просто, пиздец, как презираю. Она отвратительный человек. Просто. Это классика, понимаешь? Классический, да. Это классика. Это как в школе. Помнишь, раньше было? Они любят же, длинности. Это просто один шаг. Вот это, это, это тонкая, тонкая, нет, это, знаешь, это тот тонкий мостик от обезьянок сверхчеловеку. Похуй я. Смотри, Хикан, есть, есть вариант, когда вы друг друга дерте за косички, а потом в девятом классе ебдетесь? А есть вариант, когда ты кого-то кунаешь головой в унитаз, вот, и пиздишь дверью по той же самой голове. Прямо как в фильме карты, деньги, два ствола. Потому что искренне ненавидишь. А потом, ты ищешь, снимаешь на телефоны на ютубчанские. Занято. И садишься в тюрьму. Занято нахуй, именно. То есть, понимаешь, типа, есть, есть два, так сказать, два вида ненависти, и у меня скорее второй. То есть, конечно же, не надо смотреть такой угрозой. Я бы никогда не стал их пиздить, но у меня уже все естество протестует против того, чем является Ника. Это, блядь, просто патологическая неспособность к саморефлексии, к тому, чтобы просто подумать, блядь, несу ли я хуйню, блядь? Она, кажется, никогда об этом не задумывается. Это фанатическая приверженность своим ебучим идеям. И то, как она часто эти идеи меняет. Потому что, понимаешь, фишка же в том, что буквально пару лет назад она сном, ни духом не знала о всей этой хуйне, блядь, угорала на вписках, ей было вообще на все это похуй. А потом она просто поэтому угорела. Это первый признак сектанта, то есть человек, который очень резко меняет свои взгляды на противоположное и не видит в этом никакой проблемы. И как бы, ну, это неправильно. Нужно жить. У меня немного другое мнение. Мне кажется, что у нее есть какая-то внутренняя жилка, я не знаю, может быть, она делает это не столько сознательно, но она умеет продавать свой продукт, в том смысле свои видео и так далее. То есть она не настолько в это верит и не настолько увлечена, как можно понять по некоторым косвенным признакам, когда она там говорит, иногда я использую может быть сексистскую лексику и все такое. Вот то, что она делает с Монки и так далее, что это немного наигранно и так далее в ситуации с тобой с этим страйком. Она же нигде не говорит, типа, ой, девочки, там, мои подписчицы, типа, вот там такой мудак, хуй мразь и все такое, типа, меня обижает. Она делает это без публичности, то есть никак не помогает тебе хайпануть на ее подписчицах и всем таком. Ее цель это монетизация просто, монетизация и коммерция. Вот и все. Да, то есть, мне кажется, что и этот страйк, возможно, она усмотрела какую-то мешающую ей, может быть, ее подписчи, цессы что-то стали про это говорить или я не знаю. Вертолет, вертолет, подожди, понимаешь, она, конечно, одержимый человек, но она умеренно одержимый. А вот есть такая девушка, Татьяна ее зовут, фамилия, консонанс есть с водоемами, водоемами, не будем называть, неважно, вот тогда вот там ебанько подай патрон, конечно, ну, мало ли о ком я говорю, ну, кто в курсе, кто не понял, тот поймет, как говорится, Джейсон Стетхем, вот, но у меня же все-таки вопрос, все-таки вопрос, ну, может быть, если человек просто зарабатывает на этом денежку, может быть, имя себе хочет заработать, ну, просто, знаешь, каждый живет, как Пахом говорил, каждый как может, живем себе, живем, сладкий хлеб жуем, она может быть тоже, знаешь, там, мечтала о патриархальном каком-нибудь будущем, но тут решила хайпануть, и может быть, она где-нибудь там, в подвале, в каком-нибудь, сидит и мечтает, а вот этот парень из Беларуси, Беларуси, заметьте, я правильно сказал, молодец Хикан, да-да-да-да, респект тебе, да, ставьте класс, ребята, может быть, он приедет из Минска и... пахнут Миксель-Пиксель, я бы реально подумал бы, потому что, она мне просто отвратительна, я, я... Может, ты просто чувства путаются у тебя, ты запутался. Да-да-да. Не, я совершенно четко знаю, что я ее ненавижу. Нет. Ну, ты же ее даже не видел, знаешь, вот как родители тебя говорят, ты капризничаешь, нервничаешь, нет, я не буду есть селедку, а тебе говорят, ну, ты же даже не пробовал, или маслины эти... Или лук. Или лук, да, ну, сычуша, попробуй, ты же даже не пробовал, ты же даже не пробовал, ты бы ей в личку бы написал, на почту, здравствуй, Ника, давай встретимся, часик радость, чифир сладость, выпьем портвина, или этой черноглазого, черноглазой колдуньи чернил, вот есть в Беларуси, есть там пиво оливария, ну, всем зож на крестах, выпьем пивчанского, ну, и потом в Бердянск поедем, например, ну, там дальше вы знаете, что происходит. Здесь море залезем, да. Здесь тоже пьяный был, вот, пьяный будете, залезете в море, и... Малафья потечет. Полилась, да. Почему нет, вот этого я не понимаю, может быть, это любовь, может быть, у вас будущее будет, может, дети будут. Будете, так, делать вот эти комиксы, она там про пёсю, а ты про пёсю-угнетателя, она по 3 доллара, ты по 4.50 продавать будешь. Может быть, эта коллаборация, вот она, как бы, прям напрашивается. Да, хайп, хайп. Почему нет? Я боюсь, я боюсь, есть этот план рушиться в самом начале, потому что она меня забанила буквально сразу везде, и поэтому в личку я не смогу написать только на почту, или и то я подозреваю, что она свою почту никто не читает, потому что она распиздяй, кесса, вот она, как я слышал, прямо как господин Соколовской любит попринимать заказов, нихуя их не выполнить, потому что есть один подписчик, который ещё весной заказал у неё комикс, с целью сканировать и сбросить мне его на обзор, очень благородная цель, я считаю. Так вот, дело было это весной, сейчас на дворе ёбаный ноябрь, конец ноября, и комикс, и мини-танк, как говорится, поэтому я думаю, у неё просто такая горка писем, что в 2К18 может быть мне ответят. Ну не суть, не суть, мы же говорим о большой чистой любви, почему ты, ты же мужчина, да, ты же настоящее, ты что, не мужик? Сделай, приедет на презентацию книги какой-нибудь. Вот-вот, мужик, мужик-то какой пошёл. И скажи, что меня вот не тают в соцсетях. Да, мужик-то какой пошёл, уже мужиков-то нормальных не осталось, кого, кто, кто, где эти все мужики? Вот вертолёт, почему ты не такой? Почему ты не? Как в дальнобойщиках, с Беларуси пригнал, фу с тюльпанами засыпал там всё на этой презентации. А потом там кто-нибудь въёбываться, ты эту кувалду, и сейчас я эту ботанику, а что это там за звук? Это ботанику гроб колотят, да? Ну это были сценки из дальнобойщиков, 20-я серия, первый сезон, посмотрите, ребята. Сериал называется Вера. Вера, Вер, её же Вероника звали. Оооо! Ну что, Сашка, Сашка, это любовь, блин. Судьба, судьба, Вертолёт, ты подумай, почему ты не хочешь подкатить к ней яйца, почему ты не хочешь добиться её, может быть, действительно, это судьба, это любовь, это будущее, это дети, это пёси-угнетатель. пиздалися. Она некрасивая, понимаешь, братишка. Ооо, некрасивая, какое тебе дело? Есть же, есть водка, например. Какое мне дело? Да я, блядь, каждый день чекаю подписчица своего паблика, смотрю, блядь, сколько горячих цыпуль у меня подписаны. Блядь, естественно, мне есть дело, блядь, нахуя я это вообще затевал, если не ради горячих, типа, девочек, которые, блядь, дадут мне, когда я приеду в их город. Поэтому, блядь, нет, нет, ты ошибаешься, пойми. Сперм, например, вот, да, приеду сперм, и тех двух няшек семенят, вот это будет, блядь, тема. Пойми, красота, внешне, она же не стоит ничего, она приестся, она буквально двумя сентября. Социальная конструкция, а вот внутри все эти пёси-угнетатели, это вселенная, эти галактики внутри, этот млечный путь, он же будет с тобой навсегда, и ты будешь просыпаться с ней рядом, смотреть на неё, и, в общем, говорить о угнетениях, и о том, что обратного сексизма не существует, и стрелочка не поворачивается. Почему ты не хочешь просыпаться с ней каждое утро? У что мерзкое? День, а что ты живешь? Ну, не знаю, вертолёт сюда. Мне кажется, она даже больше мерзкая не сколько по внешности. Да, да, то есть, здесь, знаете, по внешности, у неё типа так себе, но внутренний мир её, понимаешь, он просто отвратительный. Ну, внутренний мир, это же просто коммерция, это просто показуха, она хочет себе забабахать имя, вот и всё. Внутренний мир, это социальный конструкт. Да. Ну, понятно, что... Не важно, что у неё снаружи, не важно, что у неё внутри. пекан, на самом деле, внутри... Что ты можешь ввестись на эти стандарты, которые, хуэмрази, их навязали. Патриархальное общество. патриархальное общество, действительно. Стройная, красивая, симпатичная жизнь. Вдруг она в видосах, только борцесса, борцунесса, за, я не знаю, даже за что, за сумасшествие и шизофрению, блин, какую-нибудь. А в настоящем мире она пироги печёт. Пекёт, пекёт, лучше говорить, пекёт. Пекёт, да. Я думаю, да. Ну, а хуй знает. Понимаешь, пекан, сегодня по видео про женскую мастурбацию она... Лепят вареники вместо пирогов. Да, она, во-первых, любишь, как сказать, пип, свое пиво, пиво с рыбой, а не с сосисками, если ты понял, о чём я. Вот, это, во-первых. Во-вторых, она не бреется, но, как бы, у этого есть другой перевещающий плюс, а то она тебе подаёт в задницу. Это, конечно, тяжёлый выбор. Она, типа, подумала, что, блядь, если она даёт в задницу и не бреет, то, возможно, у неё там, типа, мерзкие черкаши на анальных волосах. И такое, конечно же, да. Уважающий себя человек стерпеть не может. Понимаешь? Понимаешь, черкаши – это тоже социальный конструкт. Хикань, заметь, как много он продумывал на этой теме. Человек об этом думает, поэтому не надо, лукавить, не надо говорить, что ты даже не задумывался, как вы будете вместе лапзать друг друга. Да, вот он как-то так вяло, да не, я лучше там двух няш-феминяш, да не, таким вот, ставить не точку, у него слицательный знак, а троеточие. Понимаешь, чтобы мы его поломали, ну, пожалуйста, съездить, съездить, именно съездить туда и connect, connect. Тикан, я не говорил, что я не съездю на какую-нибудь презентацию ники это совершенно не исключено и когда потеплеет пока семнадцатом собственно я может быть может быть даже и выберусь из своей собственно родненькой беларуси прямиком на какой-то презентации как мерзотного комикса может даже сниму про это ролик но это неточно поэтому пока не будем загадывать вертолет если ты когда-нибудь с никой все-таки встретишься что первое ты скажешь при встрече я попрошу автограф вот и посмотрю как она узнает меня по голосу и ну а если она скажет ёб твою мать вертолет это ты что ли подожди почти она скажет вау оклитареть оклитарей просто на тогда я конечно же и скажу что ее определение сексизм не верно и нужно брить пизду если она начнет кричать караул полиция меня изнасиловали как это как human gas если она как стакан который наполовину изнасилованы часть у меня будет видос вот я буду снимать и у меня будет видит как того что я и пальцем к ней не притронулся но конечно самый самый интересный будет если если она найдете какой-то нового пиздолишу вот он что с костиком рассталась издались и решит прыгать по чай короче типа решита защитить честь дамы и от пиздить меня пытается вот тогда будет реально интересно ну понимаешь подожди абьюзер может быть вертолеты абьюзер но скажем так про феминисты их могут опиздить даже парализованные с одной стороны на одну сторону я тебе это гарантирован даже я сомневаюсь что он будет защищать или честь кроме кричать чтобы мою девушку изнасиловали даже моя бабушка сможет его наверно пиздить про феминиста нет нет а он будет знаешь что кричать он будет кричать что ну потерпи потерпи изнасилование длится 30 секунд а расистом ты останешься на всю жизнь знаешь вот как я я читал в западных источниках там есть такие строки но не суть практически цитаты джейса мастетхэма так и все-таки на кстати да может она типа сказать что на россии потому что ненавидит белорусов не ест картошку где тени любит битва привилегий я ставлю ее пояснить за типа за угнетение белорусосексуалов и великой князь политосексуалов именно можно ждать не устроить дебаты прения но все-таки вертолет честно признайся ты бы хотел связать будущее свое с некой только только честно только честно от души просто мы видим что ты ну ты наебываешь нас ты лукаешь я вижу что ты хотел бы нырнуть туда за жемчугом выйти в водоросли пускать конечно же да конечно же все что я говорю делаю это что привлечь ее внимание я просто влюбил меня я не могу без нее жизнь и я могу только мечтаю что когда-нибудь она ответит мне взаимно меня вкусил ну хорошо ну я если честно на самом деле если говорить серьезно то как сказал тот же джейсон стетхэм мы анимешники и это не лечится тут можно немножечко переиграть это не лечится на самом деле это человек будет до конца жизни такой это просто природа человеческая такая именно есть архетип людей именно таких как ника например и она не поменяется к сожалению или к счастью не знаю вертолет прогони еще какую-нибудь телегу телегу не знаю по поводу твоих планов почему ты такой грустный может хуй сосал невкусный ну как всегда ну короче ребятка ребятки смотрите мои видосы я в последнем видосе все неплохо раскидал что будет дальше с каналом и чем я буду дальше заниматься вот если коротко я ухожу почти почти ухожу на второй канал который изначально не планировал завести и там у меня для вас будет много интересных историй собственно кук сегодня со мной находится именно потому что он участвовал в один из самых пиздатых историй вот и мы как раз собственно запишем сегодня ролики где где расскажем вам интереснейшие штуки которые я уверен вы не знали и я думаю многим будет интересно потому что когда-то мы с ним вы были были знамениты случайно сделали в школе вирусное видео в 2008 году и прославились тогда вот конечно же наш видос спиздили перезалили короче короче будет интересно не хочу портить вам сюрприз просто подписывайтесь на оба моих канала вот смотрите ставьте классы вот против мой паблик контакте предлагайте нам новости в предложку и конечно и кого номер один вот так так и чет такой грустный буквально 10 мере переходящая в дисфорию что случилось ты расстроился потому что ника затеяла всю эту игру потому что ников титры пишет что она начала смотрит на девушек и простого белорусского готовит все меньше меньше не замутить да к сожалению нет на самом деле это не так ну что ты нагоняешь как это вот мне даже светлых ребята 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 да 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 ты же лесбиянка за за заковано в тело мужчины это он подчет меня это почет день учи учим отчасти ребята учите мемы чтобы не быть батхертами и ставьте классы подписывайтесь на наш канал донатин с бабулины вещь пакет и заказывайте рекламу сигны славка дома были слова до новых встреч все пока астана